Где жить, по каким дорогам ездить, где лечиться – одни из первостепенных вопросов, волнующих жителей любого населенного пункта. Поэтому работа в этих направлениях на особом контроле у органов власти. В нашем округе в первом квартале 2023 года было оказано более двух тысяч государственных и муниципальных услуг. Продолжается и реализация программы «Жилища». Жильем обеспечиваются льготные категории граждан – молодые, многодетные семьи, дети, сироты, инвалиды, очередники, погорельцы. Особое внимание уделяется обеспечению жильем привлеченных медицинских работников-педагогов. За первый квартал жилищные условия улучшили 51 человек. Продолжается работа по расселению из аварийного жилья. Например, из пятиэтажного дома в Больших Веземах подлежит переселению 61 семья. А вот снизить уровень аварийных ситуаций на дорогах в этот период не удалось. Отмечен рост ДТП, особенно на пешеходных переходах. Михаил Пайсов рассказал, какие мероприятия будут проведены, чтобы впредь этого не допустить. И отчитался о других проделанных дорожных работах. В этом году продолжили реализацию масштабного проекта по реконструкции улицы Чистяковой. Практически полностью построен участок платной автомобильной дороги до ЖК Осколковский. Ведутся работы по строительству, переустройству, ливной коллизации, газопровода, других коммуникаций. Планируем в третьем квартале завершить полностью реконструкцию и открыть движение на всем протяжении по двум полосам. Александр Тесли начал доклад с исполнения бюджета в нашем округе. На 1 апреля в него уже поступило почти 50% денежных средств от установленного плана. Проводится борьба с задолженностью по арендной плате за земельные участки, а также торги по муниципальному имуществу. По поручению губернатора Московской области продолжают реализовывать проект «Земля за рубль». Ведется тесное взаимодействие с налоговой службой. В этом квартале мы уже смогли обследовать 1100 земельных участков с признаками коммерческой деятельности. По 30 участкам земельным с видом разрешенного использования ИЖС и на которых осуществлялась незаконная деятельность гостиниц, мы выдали предостережение, а также направили информационные письма в налоговую службу для повышения налоговой ставки с 0,3% до 1,5%. В своем докладе замглавы коснулся вопросов экологии, рассказал о планах по борьбе с борщевиком Сосновского, контролю за безнадзорными животными, уборке водных объектов. Поделился итогами реализации масштабного проекта «Рекультивация полигона Чесцы». В декабре прошлого года мы завершили этот масштабный проект. Естественно, это стало возможно благодаря участию в федеральной программе «Чистая страна» и благодаря, конечно, поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Было потрачено почти 3 миллиарда рублей. В результате улучшились условия жизни более 40 тысяч человек. Сейчас, находясь на этом объекте, никогда не скажешь о том, что еще 2-3 года назад это был крупнейший мусорный полигон. Спикеры ответили на вопросы жителей из зала. Большая их часть была посвящена объектам социального строительства, ямочному ремонту и общественному транспорту. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».